Открытый телеканал представляет Тайны Вечной Книги Когда была написана Тура? Кем написана? Автор ее человек или нет? Споры не стихают по сей день. Но по сути, всех спорящих можно разделить на три вида или три группы. Или, скажем так, есть три подхода к вопросу авторства и времени написания Торы. Торы – религиозный, академический и каббалистический. Религиозный подход объясняет все просто. Сам Бог дал людям Тору через своего пророка Моше – Моисея. Сторонники академического подхода вообще не могут найти доказательств выхода из Египта и утверждают, что Тору писали сотни лет и завершили в VI веке до н.э. Что касается каббалистического подхода, то, например, в книге Зор сказано так. Когда пожелал Творец создать мир, и это проявилось в желании пред ним, он смотрел в Тору и создавал его. Книга Зор, глава Тулдот. Это значит, что Тора существовала еще до создания мира. В статье «Взаимное поручительство» каббалист Баласулам приводит следующие слова мудрецов. «Наши праотцы соблюдали Тору еще до того, как была дана народу Израиля на горе Синай». Как же такое может быть? А дело в том, что есть разные определения, что такое Тора. Тора – это перечень законов природы. Тора – это имена Творца. Тора – это методика исправления эгоизма. От слова «Ораа» – инструкция, методика. Тора – она от слова «Ор», что в переводе с эврита означает «свет». Тора – это инструкция, как раскрыть Творца через закон любви к ближнему. Выходит, что Тора – это нечто большее, чем просто рассказ? Но что мы видим, открывая Тору? Этот произошел от того, от него третий, пятый, десятый. Да еще объясняется так подробно. Зачем это все перечислять? Люди женятся, разводятся, сплетничают, убивают друг друга. Ну и что в этом духовного? С точки зрения каббалы Тора повествует не о людях. А о духовных силах, об их взаимодействии. И главный закон Торы – возлюби ближнего, как себя. Этот закон и включает в себя все прочие законы или заповеди. Хотя в Торе масса рассказов об убийствах, войнах, катастрофах, а о любви ни слова, то это только потому, что трудно, мягко говоря, трудно соблюдать эту заповедь. Очереда событий, описанных в Торе, указывает на необходимость для человека вести постоянную войну, но не друг с другом, а со своим злым началом, со своим эго. Потому что иначе к возлюби ближнего даже близко не подберешься. Об этом вся Тора. Язык ветвей. Простому читателю, включая академиков, очень сложно правильно истолковать содержание Торы и увидеть высший мир за цепочкой исторических эпизодов и семейных коллизий. Дословный смысл Танаха подчиняется условиям времени и пространства. «Каббалистический смысл остается на века, без временных и пространственных ограничений». Пауль Рицей. Текстуры, как и всех святых книг, это так называемые духовные корни, то есть причины земных событий и явлений, но не материальные объекты нашего мира, которые в Каббале называются ветви или следствия духовных корней. Например, выход из Египта, поход по пустыне, захват земли Израиля, построение храма и образование народов – все эти события и персонажи олицетворяют духовные процессы внутри человека. В Торе нет категорий «до» и «после». Все, что там написано, не касается времени, пространства и движения. И никогда не произойдет, если вы не позволите этому случиться внутри вас. Вообще, согласно закону корней ветви, духовный корень обязан хотя бы раз проявиться в материальном мире следствий. Однако его проявления не всегда соответствуют описанным в Торе событиям и персонажам. Но эти выяснения оставим историкам и археологам. Условия получения Торы Возьмем события, которые произошли у подножия горы Синай. Историческое описание тех дней выглядит весьма драматично. 600 тысяч мужчин, 20 лет от роду и старше, окружают сплошным кольцом одну из гор в Синайской пустыне. Затем каждый громогласно заявляет о своем согласии выполнить некую работу, произнося «сделаем и услышим». В итоге происходит нечто под названием «дарование Торы». Как пишет великий комментатор Торы Раше, народ Израиля встал у подножия горы Синай как один человек с единым сердцем. Комментарий Раше на книгу «Шмот». Приняв на себя условие быть как один человек с единым сердцем, народ Израиля получил Тору. Инструкцию, свод законов, которые должны были помочь ему приручить свой эгоизм. Затем народ Израиля стал обществом, в котором все, от мала до велика, постигли Творца и жили по закону взаимного поручительства. В слиянии с единым Богом, которого открыл Авраам. Это уникальный и единственный исторический факт, когда большое количество людей смогли соблюсти правила возлюби ближнего. Каббалисты утверждают, что это произошло в четком соответствии с законами мироздания, когда духовный корень касается материальных событий. Получение Торы Получение Торы означает, что в человеке раскрывается сила, которая помогает ему быть выше своего эгоизма, управлять им, правильно его использовать. Если ты желаешь получить Тору, то должен начать изучать ее на себе, то есть добровольно захотеть изменить себя, свою эгоистическую природу. Но в одиночку человек не способен это сделать. Процесс трансформации возможен только в группе людей с аналогичным желанием, которые пытаются создать между собой отношения заботы, любви, взаимопомощи и таким образом стать как один человек с единым сердцем. Именно таким людям и раскрывается Тора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok